Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос, который вы даже задаете. У меня присутствует неосознанная агрессия, находясь с человеком некоторое время, я могу ни с того ни с сего начать сильно агрессировать в его сторону, ведя себя озлоблено и провоцирующе. Потом снова вести себя, как ни в чем не бывало, дружелюбно. Так может меняться несколько раз в день. Настроение постоянно скачет от веселого, резко злобное, в одно мгновение, не из-за чего. Помогите определить причину. Задает вопрос Александра. Смотрите, какая здесь есть штука. Моему взгляд важен. Что понимать под причиной? Да? То есть, что понимать под причиной, например, подкорректировав, да, вот как, ну, наверное, вы думаете, подкорректировав которую, допустим, ваша проблема, например, по вашему мнению, должна исчезнуть. То есть, что понимать под причиной в данном случае? Я бы сказал, что причиной является то, что это ваш способ решать определенные трудности. Это ваш способ решать определенные конфликты, вот, которые у вас имеют место быть. Вот это и есть причина. То есть, причина в том, что вы выбираете именно такой способ решения трудностей, скажем так. Ну, вот, решение, ну, своих трудностей, которые у вас имеют место быть. Вот это причина. Причиной является, причиной является выбор. Ваш выбор решать проблему. Другое дело, другое дело, другой момент заключается в том, что, например, какую проблему вы решаете, ну, допустим, вот таким образом, какую трудность вы решаете, допустим, вот таким образом, вот это, куда, на мой взгляд, более важный момент. И на это, как мне кажется, вам, в первую очередь, нужно обратить свое внимание. Агрессия. Это желание себя защитить. Это страх, если хотите. Если хотите, это страх. А, ну, как вы сами, наверное, наверное, понимаете? Или догадываетесь? Не совсем ясно, страх, это у вас перед чем? Перед человеком каким-то, перед людьми какими-то, перед какими-то ситуациями, которые вот, ну, так или иначе, могут возникать. Страх перед чем у вас? То есть, что-то вас пугает, что-то вам, условно говоря, ну, несет угрозу. Да, давайте вот, давайте так скажем. Что-то вам угрожает. Вот. Но что конкретно вам угрожает? В данном случае, не совсем понятно. Потому что, это что-то находится непосредственно в контакте с человеком. Да? Получается. Поэтому нужно исследовать то, например, как вы выстраиваете контакты с людьми. То, что происходит с вами в, вот, ну, непосредственно в контакте с людьми. Какие чувства вы испытываете? И тогда уже ситуация будет куда более ясной, куда более понятной. Вот. Сейчас пока что это максимально, что называется, общая история. Максимально общая, как бы, картина происходящего. Я могу лишь, в данном случае могу лишь сказать, что наиболее вероятно мне видится следующее. С одной стороны, у вас могут быть некоторые трудности в границе контакта с человеком. То есть вы, например, слишком, слишком близко приближаетесь к человеку, вам становится некомфортно. Вам становится, ну, как-то вот тяжело, так скажем, в этом контакте с человеком находиться. И вы отдаляетесь от него через злость, которую вы описываете. Вот. Это первый, первый, первый момент. А второй момент это то, что вы достаточно плохо ощущаете свои чувства. Достаточно плохо чувствуете, ну, вот, то, что с вами, ну, грубо говоря, происходит. Вот. И, соответственно, это может и быть проблемой. Вот. Если мы говорим, опять же, в рамках, ну, например, да, если мы говорим именно вот в контексте нормы. То есть, если мы не берем расчета, то это, ну, у вас может быть какое-то более серьезное расстройство. Вот. Пугать вас я не хочу. Ну, вот, поэтому, соответственно, мы будем исходить из именно того, что у вас все в порядке. Да, мы будем исходить из того, что у вас все хорошо. Вот. Просто, вот, как бы, есть такие вот словницы. Вот. Понимаете ли? Понимаете ли? Вот. То есть, мы не будем, ну, ускуплять в данном случае ситуацию. Вот. Как-то так. Я думаю, что слишком близко вы подпускаете людей, вот, к себе, я думаю, что вот, то, что вы оперируете, например, такими, ну, такими фактами, да, как, то есть, что вы добрые, такими фактами и прочее, вот, вот, вероятно, вы очень сильно пытаетесь, ну, быть, очень сильно пытаетесь быть хорошим. Это всегда отнимает много сил, это всегда отнимает много энергии, когда человек, вот, ну, пытается быть хорошим. И, соответственно, соответственно, вы вполне возможно чувствуете напряжение, вот, и снимаете это самое напряжение, вот, как раз-таки, злость и агрессия. Вероятно, вероятно, даже наказывая человека за то, что он, человек, якобы, ну, принудил вас, вот, к тому, что вы себя, вот, ну, так ведете. Поэтому здесь нужно быть максимально аккуратным и максимально внимательно, вот, чтобы не ошибиться, чтобы не ошибиться в интерпретации того, что с вами происходит. А лучше всего просто поисследовать ваше состояние, посмотреть, когда, собственно, это злость появляется, в какие моменты, и, соответственно, тогда уже, вот, делать какие-то выводы, вот. Понимаете, да? А сейчас пока никакие выводы делать я бы не стал. Смотрите еще на своих мир. Смотрите еще на своих мир. Смотрите еще на своих мир. И, например, не за что. Вот, то есть, ну, вот, просто вот не за что. По крайней мере, по вашим ощущениям – не за что. Могло ли такое быть, такое быть, вот, если было, это еще одна причина, по которой у вас имеют место быть такие проявления, вот, потому что когда человек, ну, не понимает, вот, что сейчас произойдет, когда человека, там, грубо говоря, ну, за одно и то же могут и одновременно ругать, и хвалить, и так далее, вот, то возникает подобное, вот, ну, непостоянство в ощущениях, в чувствах, в эмоциях, в даже желаниях, вот, такое, к сожалению, бывает, поэтому тут нужно еще и исследовать данный аспект, как мне, как мне кажется, вот, ну, это уже вопрос скорее для индивидуальной работы, вот, потому что сейчас это, вот, просто, там, мои догадки, условно говоря, вот, догадки это, конечно, хорошо, но, по мой взгляд, а, человек, он, ну, достойен большего, чем, а, просто догадки, вот, поэтому если вы интересованы в Ну, в решении, да, своих трудностей, выбирайте психолога, вот, и начинаете работать, я думаю, что и так важна причина, как важно то, чего вам, например, хочется в этой злобности, вот. Тут, кстати, тоже довольно интересный момент, вы называете себя именно злобной, вот, у меня вот такое ощущение, да, появилось, что, ну, как будто бы вы себя, знаете, именно вот, ну, бичуете, вот, такое вот чувство появилось у меня. Вот, я бы сказал, это немного странное ощущение, вот, потому что, ну, если вы себя бичуете, то вполне вероятно имеет место быть чувство вины. А с чувством вины уже можно и нужно работать один, потому что это совсем другая история, как мне, как, как мне видят, по крайней мере, вот, понимаете, да, о чем идет речь в данном случае. Как-то, как-то, как-то так. На этом все. Надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Надеюсь, что мой ответ был вам интересен. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Эп позволит вам начать, начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша ситуация будет самым лучшим образом разрешена. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...